15-й международный фестиваль авторской песни «Балаклавские каникулы» в этом году собрал порядка 50 исполнителей из разных регионов России, Белоруссии, Украины и непризнанной Республики Новороссии. Бессменный организатор фестиваля – севастопольский бард Андрей Соболев. Меня переполняют восторг по целому ряду причин. Прежде всего, потому что традиция не рвется. Это очень важно. Для моряков, а мы все моряки живущие в Севастополе, знают, что такое традиция на флоте. Так вот, традиция проведения фестиваля 1 понедельника августа, слава богу, жива. Это первая причина радости. Вторая, я сегодня настолько счастлив видеть лица моих друзей, приехавших из Украины, вы не представляете, которые не побоялись, которые прошли сюда, пробрались к нам в Крым. Как это не трудно это было, они это сделали. Юбилейный фестиваль проходит под патронатом губернатора Севастополя и при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе. Все делается на энтузиазме. На энтузиазме тех людей, которые здесь стоят на сцене, которые сидят здесь под открытым нашим небом. На энтузиазме тех людей наших, севастопольцев, которые ходят по улицам нашего города. Поэтому пока есть этот энтузиазм, пока есть этот дух, мы с вами непобедимы. И позвольте пожелать участникам фестиваля благодарных зрителей и теплых аплодисментов. И всем вам, всем зрителям хорошего настроения, хороших песен и всего-всего самого доброго. Среди почетных гостей создатель группы «Ласковый май». Он же генеральный продюсер фестиваля Андрей Разин. По его словам, уже со следующего года балаклавские каникулы могут стать федеральным проектом. И как многие другие всероссийские песенные марафоны, финансироваться государством. Мы смотрим сейчас формат в этом году, смотрим участников, которые приедут. Сегодня СЛНР приедут, ДНР приедут, многих наших регионов Российской Федерации. И будем делать фестиваль, закреплять его уже постоянно действующим. Будем подпитывать его бюджетом Российской Федерации. Будем его вставлять в отдельную строку по финансированию бюджета. Потому что именно этот фестиваль заслуживает своими годами, своими традициями, своим уже таким вот жизненным, показал, что он очень жизненный и очень устойкий. Несмотря ни на какие революции, ни на какие изменения в жизни, севастопольцы его приняли. Поэтому я считаю, как человек творческий, что это хорошо то, что приживается. Открытие фестиваля состоялось сразу на трех площадках. В Балаклаве, Орлином и на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». 3 августа в центре Севастополя выступили более 20 исполнителей. Это российские, белорусские авторы и барды из Украины. В поддержку непризнанной республики Новороссии запланирован отдельный концерт во второй день программы. Свои песни участники фестиваля презентуют также на Херсонесе, 35-й батарее и в Артбухте. Заключительный гала-концерт пройдет 8 августа на площади Нахимова. Май, в Севастополе, пляжи, песочницы, розы, лето стерегут. В пышных нарадах девчонки цветочницы розы продают. Здесь, на Триморском, где окна распахнуты, Блицы играют любители в шахматы. Но в Ракушке мест нет, Полный аншлаг на концерт. Поют сегодня с главной сцены ветераны, Надев тельняшки ордена на китеря. Поют про море, про победу и про раны, Те, что забыть не в силах, Крымская земля. Анна Брачева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Продолжение следует...